Приветствую всех зрителей канала Мариаде. Меня зовут Адиль и я специалист по зарубежному образованию. А в этом видео еще и побуду специалистом по жилищным условиям студентов Великобритании. Я приехал в общежитие университета Ньюкасл или Ньюкасл Юниверситет. Здесь живут студенты, которые учатся по программе Инту. И сегодня мы с вами поговорим о том и увидим, как живут студенты в одном из лучших общежитий университета Ньюкасл. Вы сможете сами оценить комнаты и условия проживания. Также мы расскажем о том, сколько стоит общежитие в Англии, почему это лучшее общежитие на время учебы, а также покажем, как в Англии следят за безопасностью студентов. Присоединяйтесь к нам и давайте начнем нашу экскурсию. Итак, друзья, сейчас нам Сакар в прошлом, студентка Инту Ньюкасл Юниверситет покажет студентское общежитие, в котором она в прошлом году жила. В этом году ты живешь в другом общежитии, правда? Да. Наверное, в университетском. Вообще-то я снимаю квартиру в этом году с моими друзьями. А, понятно, хорошо. Да, очень многие студенты так делают. Первый год обучения они живут в общаге, а затем снимают частную квартиру. Точно? Хорошо. Если хочешь попасть в общежитие, то у каждого студента обычно есть ключ. Нужно здесь приложить. Хорошо, безопасность превыше всего. Да, именно. Хорошо. С чужими сюда зайти не могут. Отлично. И это общежитие, оно гораздо больше. Понятно. Поэтому в нем гораздо больше оснащения, но комнаты в целом одинаковые. Комнаты одинаковые, понятно. Разница лишь в том, что если студенты выбирают комнату-студию, то она точно будет здесь. То есть в разных общежитиях разные стандарты комнат. Хорошо. Ага. То есть может быть просто комната, а они все с собственной ванной? Да, у нас есть совмещенная студия, одноместная студия и одноместная комната. А можете сказать что-то по ценам? В ценах я не очень уверена. Вы не уверены, понятно. А мы уверены и с радостью делимся с вами. Конкретная стоимость общежитий в университете Newcastle зависит, конечно же, от типа комнаты. И цены, конечно, актуальны на момент съемки этого видео. За совмещенную студию стоимость составит 170 фунтов в неделю. За одноместную – 215. А самый дорогой и уединенный вариант – это одноместная студия. Обойдется в 270 фунтов в неделю. И в эту цену уже включена уборка, интернет и коммунальные платежи. А до аудитории пешком доберетесь всего за одну минуту. Не верите? Вот вам доказательства. Ну и также по ссылкам в описании найдете видео интервью с Даниелом, студентом, будущим финансистом. Экскурсии по департаментам архитектуры, бизнеса и медиа. Самым популярным специальностям среди наших клиентов. А еще не пропустите нашу прогулку по самому городу Ньюкасл, самому студенческому городу Англии. Итак, заходим в первую комнату одноместную. Ребят, обязательно после просмотра этого видео пройдите по ссылкам в описании на экскурсию по самому кампусу университета. Очень интересная экскурсия. Итак, это обычная одноместная комната. Она очень просторная. Я побывал во многих университетских общежитиях и обычно они гораздо меньше. Да, отлично, хороший размер, приемлемый размер. Хорошо. Отличная такая батарея модерновая, современная. Ну и тоже. Все примерно одинаковые. Все чистенько, аккуратненько. И вы жили в похожей комнате. Да, в прошлом году. Хорошо. А вот еще один вариант размещения совмещенная студия. То есть это как квартира? Да, раньше была, но сейчас стала одноместной комнатой для одного человека. Итак, это спальня. Она немножко меньше. Хорошо. Это не студия, это как однокомнатная квартира. Да, она такой стала. Раньше здесь было две комнаты. Две спальни. Хорошо. Но сейчас это все еще комната. Ладно, просто раньше я видела, что их меняют на учебные комнаты. А какой кухней здесь пользуются? Студенты могут использовать общую кухню, но также у них есть и своя кухня. А, понятно. Отдельная кухня здесь. Ага. Тоже вариант. Здесь приготовил, здесь правда не покушаешь. Взял и к себе в комнату занес и перекусил. Мне кажется, достойно все. Вполне даже. Потом студенты и не все готовят. А, это ванна. Совмещенная ванна. Да. Получается маленькая такая квартирка, но он троих студентов. Перед тем, как мы посмотрим самый дорогой вариант, я хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, что мы в Мариаде находимся от вас на расстоянии одного клика. И поможем со всем, что касается поступления за границу. Кстати говоря, не только Великобританию. Поможем с выбором, подготовкой документов. Пообщаемся по всем вопросам с приемной комиссией и проводим вас до самого конца, до вашего заветного поступления. Бесплатно, профессионально и ответственно. Свяжитесь с нами. Все способы перечислены в описании. Ну а теперь смотрим на третий стандарт. Одноместную студию. Нажимаем. Ого, очень просторно. Это одноместная студия. Это самый дорогой вариант, да? Скорее всего самый дорогой. Самой высокой ценой, да? Пожалуйста, маленькая такая китченет. Можно здесь себе что-то покушать. Приготовить. Но много места достаточно. Кровать я не сказал бы, что большая. Такой шкафчик. Отлично. Пожалуйста. И душ. Да. Понятно. Очень просторно. Все комнаты убираются раз в неделю. Раз в неделю. Хорошо. А есть планы проживания с питанием? Нет, к сожалению, нет. Нету питания? То есть нужно готовить самому? Готовить самому. И если ты живешь в обычной комнате, также есть общая кухня? Должна быть какая-то кухня? Да, есть общая кухня. Общая кухня. А мы можем посмотреть? Конечно. Окей. И кухонька. Сейчас посмотрим. А сколько студентов используют эту кухню? Примерно. На мой взгляд, здесь будет до четырех человек. Четыре? Четыре студента. Неплохо. Это индукция? Нет? Может быть. И шкафчики с замком, да? Точно. Но их не закрывают. Но возможность закрыть есть. Если хочешь. Нет. Потому что мне кажется, что одна из моих коллег говорила мне, что иногда студенты оставляют там еду и уезжают. И она там портится. Да. Поэтому нет возможности закрывать шкафчики. Вы так решили. Их не закрывать. Хорошо. Очень хорошо. И очень чисто. Да. Кухню также убирают два раза в неделю. Это не шоу-кухня. Не для показа. Не шоу. Но очень-очень чистый. Потому что тоже здесь все убираются. Приходят уборщики. Ну и условно студенты такие. Девчонки наверное чистенькие. Окей. Аккуратные. Напоследок мы вам оставили все места для отдыха и развлечения студентов. Университет безусловно отличный, как и условия проживания. Но хороших университетов в Британии великое множество. И как же тогда выбрать? Если хотите узнать, почему университет Ньюкасл может вам потенциально подойти, как и наоборот не подойти, то обязательно поделюсь этим уже во время вашей бесплатной консультации. А пока идем в игровую. Итак. Это игровая комната. Комната для игр? Да. Хорошо. Конечно. Игровые приставки. Пожалуйста. Это ведь игровая станция? Что это? Я ее не узнаю. Я тоже не очень знаю. Здесь можно также в пинг-понг поиграть. Ничего страшного. Наверное это Нинтендо или типа того. Если студенту нет 18 лет, то он будет жить на отдельном этаже. На отдельном. Этот этаж еще более защищен. Защищен? Да. Там просто есть еще одна дверь с отдельным ключом. Хорошо. А здесь всегда так тихо? Это так необычно? Для общежития как-то немножко тихо, я бы сказал. А здесь что? Это, наверное, общая комната. Да, это общая комната. Общая комната. Можно прийти здесь и посидеть, пообщаться с друзьями. Отлично. Обычно в студенческих общежитиях очень громко, знаете? Мне кажется, что в здании общежития Инта очень тихо. Ну, опять же, бывает по-разному. Но это ведь хорошо. У тебя будет возможность поучиться. Именно. Ну и как вам, ребята, комнаты? Мне лично все очень понравилось. Поставьте лайк этому видео, если вам тоже понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете о условиях проживания в студенческом общежитии Newcastle University. А также приглашаю вас посмотреть наши другие выпуски из этого престижного британского университета и связаться с нами, если возникли какие-то вопросы и вы готовы уже к конкретным действиям. Не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. На сегодня все. Увидимся уже в других выпусках или во время вашей бесплатной консультации. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. И, наконец, удачи! Продолжение следует...